Прямая узкая и стройная улица Лунгаретта протянулась почти на километры, точно воспроизводит участок древнеримской Аврелиевой дороги, находившейся в черте города. Ее проложил в III веке до н.э. консул Гай Аврелий Котта. Дорога шла по побережью Теренского моря, следовала через Пизу и заканчивалась неподалеку от Генуи. Древние историки Плутарх и Тит Ливи утверждают, что к этому времени Эмилий Липид построил каменный Эмилиев мост через Тибр взамен прежнего деревянного. Он находился чуть дальше моста Честио, рядом был речной порт, оттуда и начиналась Аврелиева дорога, пересекавшая все право бережья. По акведуку высотой более 5 метров, фрагмент которого обнаружили рядом с церковью Сан-Кризогана, дорога взбиралась на холм Яникул. Такое техническое решение позволяло защитить дорожное полотно от частых разливов Тибра. Чуть ближе к холму от Аврелиевой дороги отходил второстепенный путь в сторону Ватикана. Впоследствии появления базилики Святого Петра наполнило эту дорогу паломниками и ее даже назвали Священной. В начале 16 века Папа Юлий II увидел в ней зеркальное отображение улицы своего имени, которую он проложил по ту сторону Тибра. Теперь Папа расширил и привел в порядок эту улицу, которая впоследствии получила название Лунгара за свою чрезвычайную для Рима длину. Ну а наша Лунгаретта – это соседняя улица чуть меньшего масштаба. Примерно в середине улицы Лунгаретта находится площадь Святой Руфины. Сделав пару шагов вглубь нее и оглянувшись, можно увидеть старинную романскую колокольню с двойным окном и черепичной крышей. Она относится к церкви святых Руфины и Секунды, которая скрывается за желтой стеной с порталом. Церковь построили на месте, где в III веке стоял дом отца двух мучениц. Сестры были обещаны в жены юношам, которые затем отреклись от своей веры и приказали невестам поступить так же, а услышав отказ, донесли на девушек и тех казнили. Церковь Руфины и Секунды хранит память об античности. Языческие символы видны под главным алтарем, а с капителей колонн, похоже, сбили изображение языческих богов. Прилегающий к храму монастырь также построен на руинах древнеримских домов.